Приветствую всех любителей вкусно покушать и посмотреть, как кто-то готовит вкусняшку. Так, давайте сегодня поиграем в симулятор ресторана. Блин, записал первую серию на 20 минут, выложил, но казалось, что здесь есть музыка с авторскими правами. Так что, давайте, говорится, пролоха этот быстро пройдем и посмотрим, что нас ждет дальше. Так. Вы только полюбуйтесь, форма будто для тебя шили. Сидит как влитая. Между прочим, я устроил на кухне все нужные рабочие места. Все подключено и готово к использованию. Спасибо. Это значит, что вам пришло время вновь заняться готовкой до официального открытия. Всего три дня. Ой, кстати, я оставил тебе скромный подарок, который поможет скорее вернуться. Так, кто тут кашляет в моем ресторане? Я тут шеф или кто? Надеюсь, тебе понравится. Касим. Я буду называть тебя Максим, если ты не против. Все. Макс. Что ты мне тут оставил? Давайте смотреть. Гвядина с картохой. Да, это мы уже готовили. Здесь предоставлены все изученные вами рецепты. С этапами готовки. Выберите гвядина с картохой, чтобы открыть книгу. Да-да-да. Это мы уже проходили. На этой странице перечислены все необходимые ингредиенты. А с ними рабочее место для готовки по рецепту. Хорошо. Да, это я знаю уже, как готовить. Да, я могу закрепить. Давайте закрепим. Ты помнишь рецепт? Самый первый, что мы выучили в кулинарном колледже. Я бы вам рассказал, как меня выучили в кулинарном колледже. Но я думаю, YouTube этого не оценит. Мне кажется, что он прекрасно пойдет для дебюта нашей новой кухни. Я разложил по полкам необходимые продукты. За что можешь начинать хоть сейчас. Короче, так как я сам у нас повар-кондитер, работал шефом, как говорится, и не только, то могу порассказывать по поводу этих всех кулинарных колледжев. В основном там ничему не учат. Ну, то есть, я даю книгу и говорят там, к примеру, картоха жарится. Так, что тут? Все закрепленные рецепты из кулинарной книги показываются в правом верхнем углу. Для начала изучите список ориентиров, возьмите их с полок. Ну, типа, картоха жарится на сковородке, добавляйте масло на среднем огне, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла, и все. А как она жарится? Сколько брута? Сколько нету? Сколько поготовки? То есть, какое количество этого всего нету? И приходится, приходится, кажется, опознавать все самому. Не, может, есть где-то прям институты такие кулинарные, эти всем обучали, но меня единственное, чем у меня обучали. Это танк, кусок говядины на А. Почему на А? На У? У-у-у-у-у-у-у-у-у-у! Ну ладно, пусть будет. Вот ваше рабочее место. Здесь вы готовите блюда с летиза этапами. Да-да-да, это я помню. Так, начать. Блин, а почему у меня раньше на F она вроде была? Ну ладненько. Так, берем в руке, берем в руке вот так тесак и отрезаем. Все, хорошо, стыки заведены, мы взяли. Тап, выйти. У, надо будет раскладку поменять обратно на английскую, потому что я путаюсь. Так, берем картосик, берем лучок и начать. Начать. Я бы, конечно, показал бы мою скорость нарезки, но тут, к сожалению, так сделать нельзя. Но реже где-то раз всем быстрее и могу еще делать это все с закрытыми глазами. Да. Так, все, берем сковородочку, берем сковородочку. Дай, 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 дай сковородочку. Все, 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 отлично. Так, сковородочка на F, на E включить, по-моему. Коконная плита, рабочее место. На рабочем месте вы можете пользоваться любыми открытыми рецептами. Сейчас можете плитать только стейк, ну и латушки. Это мы знаем, да, тут мы пропускаем. Берем стейк, разместить все, разместить все и начать. Бум, хорошо. Пошла готовка. Давайте добавим мощности. При готовке на плите можно совершать различные действия согласно рецепту. Это понятненько, да. Позвольте задавать им или ускорить готовку. Да, это включить, выключить. Блин, у меня раньше на V она стояла, сейчас на M она меня путает. Так, давайте действие перевернуть. Позволяет перевернуть ингредиенты. Понятненько. Давай переворачиваем, зажимаем мышку, крутим и вуаля. Все, шикарно. Так, и выключить стейк. Хорошо. Стейк с луком, шалот. Выйти. Давайте смотреть. Картошечку фри. Будем сейчас с вами жарить. Бумс. Сейчас дождемся, пока нагреется масло, которое в наших заведениях веками никогда не имелось. И единственный раз, когда менялось масло, это когда либо была проверка стан станции, либо уже ты, в принципе, не мог в нем жарить, потому что ты его ложишь, а оно сверху на, как на сгущенке себя чувствует и не хочет тонуть. Так что да. Привет всем поварам. Так, и на пробел, по-моему, забрать. Все, отлично. Уйти. Уйти. Давайте сервировать. Так, бумс, бумс и начать. Все, шикарно. Так, ты шо? Так, готово. Это оценка технического исполнения. Да-да-да. У нас только на единичку. Ладно. Так, чтобы получить на лучшую возможную оценку, в точности соблюдать те рецепты. Это понятно, да. Сейчас нам тут скажут. Я это уже знаю, что нам нужно будет переготовить это все. Идемте, подойдем. Здорово, Макс. Смотрю, ты вспоминаешь, как работает на кухне. Да-да-да, потихонечку, как говорится, сидя на кресле у себя дома, попивая кофе, вспоминаю. Но мне кажется, что в рецепте упущена одна мелочишка. Я добавил какие примечания в кулинарную книгу, посмотри. Слышь, Макс, вообще-то я тут шеф, а ты меня гоняешь, как молодого. Фу-фу-фу. Так, мы неправильно, короче, с вами разместили лучок. Лучок нам нужно вот ложить, когда будет первая степень приготовления. Так, это я понял, да. Это я помню, это я помню. Закрепить. Все, хорошо. Идемте, берем заново овоща. Только для этого нужно будет сейчас помыть нам сковородочку, потому что, я сказал, помыть сковородочку, а не встать возле поверхности. Дай. Ну, дай, как там, е-мое, на F, да, по-моему, да, на F. Помыть сковородочку. На E нужно держать. Бум, шикарно. Так, делаем обратно. Берем лук, шалот, лук шалот и картосику. Все, и берем кусочек мняса. Да. Так, а мяса, конечно, тут многовастенько. Типа, делаешь вид, что ты что-то делаешь, да? Понятно. Пока я тут готовлю, тут стоишь, типа, тупишь. Так, блин, гребаные кнопочки. Так, давай, раз, два, все. А у нас кусок мяса, как Росомаха, да? Он с регенерацией восстанавливается. Мне бы такой бы, кусочек мняса домой был. Было бы неплохо. Так, берем картосику, берем лучок и начинаем начать. Шик, 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 стук, 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 стук. Так, все. Забрать, забрать. Так. Угу. Шик, шик, стук. Все. Хорошо. Не забудь взять приправы до начала готовки, чтобы не бегать, потом туда-сюда. Но вообще приправы должны стоять рядышком, вот тут, как бы, возле рабочей поверхности. Только не могу понять, почему на... У нас на кухне такая маленькая... Такая маленькая кухонная плиточка стоит. Ну, то есть, что на ней приготовишь? Сколько она здесь, посадочное место? Давайте посмотрим. Так. Ну, пусть по 5. 5, 10, 15, 20. Ну, человек 30 сюда можно запихнуть, правильно? На 30 человек. Вот эти вот несчастные 4 комфорочки. Ну, не знаю. А где парик? Где парик тут стоит? А? Где параконвектомат? Скажи мне, пожалуйста. Нема? Мы что, будем все только на сковородке жарить? Либо в духовку засовывать? Алло. Кто мне ответит? Так, дай сюда. Хорошо. Давай перку, давай сольку. Уйти. Идем. Начинаем готовить. Хорошо. Да-да-да, следите за приготовлением. Это я понял. Это я уже понял. Берем кусочек мяса и начинаем. Поехали. На втором этапе. Ну, то есть на первом. Хотя, если считать, что S это первый этап, то второй у нас первый будет. Короче, вы поняли. Первый первый, я второй. Бум. Добавляем. Отлично. Скоро нам нужно будет с вами перевернуть и посолить, поперщить. Как я все время говорил, сольку-перку. Так, солька-перка. Давай. Отлично. Хорошо. Пора приправить ваше блюдо. Откройте инвентарь приправ. Да, вайт-найд. Хорошо, понятно, да. Так, специя. Давай сольку. Давай перку. После добавления приправ можно использовать чутье повара. Принять. А и понять, хватает ли в блюде специй. Хорошо, хорошо. Не спорить сильно много. Потому что, типа, назад потом не отсыпешь. Не хватает сольки. Давайте перку. Не хватает перки. Бум. Хорошо. Давайте чутье. Превосходно. Белиссимо. Сеньоры. Скузи, скузи. Так, ладно. Давайте доготавливать. Можно ли, наверное, мощность? Немножко. Немножко добавлю. И заберем. Стейк. Все. Выйти забрать. Конечно, стейку нужно еще было поддохнуть бы, полежать бы. Ну, ладно. Но, как говорится, ладно. Так, давай, включайся. Так, включайся. О. Хорошо. Пошла готовка. Блин, еще управление-то такое. Не всегда понятно, что и куда тыркать. И почему у меня изменилась анализская раскладка? У меня раньше была анализская раскладка, а мне было проще это делать. Чем вспоминать, где у меня, на какой буковке, куда шо. Так, приготовьте. Давайте приготовить и разместить все. Бам, начать. А сейчас мы с вами будем украшать наше блюдо самостоятельно. Бум. Та ты шо ля. Как в лучших домах Парижа и Лондона. Мало приготовить еду, надо еще аппетитно разложить ее на тарелке. Так, творите по собственному усмотрению. На этом экране можно менять внешний вид блюд. Да, хорошо. Давайте, по-моему, на Эрочку. Вот на Эрочку, да. Тут, конечно, я так и не понял, как это все тут делать. Так, давайте смотреть. Что по поводу... Так, можно мне стрелочку сюда. Во, тарелку. Какую мы тарелочку возьмем? Блин, обожаю черный цвет. Вот, да, давайте. Есть, отлично. Давайте соусник. Какой мы соусник с вами возьмем? Как тебе повернуть? Во, давайте. Можем ли мы этот соусник сюда поставить? Нет, не можем. Почему? Почему у меня соусник здесь не появляется? Скажите, пожалуйста. Вот, почему я не могу? А, все? Могу? Во, у нас теперь с вами появился соусник. Отлично. Все, давайте кусок мяса, наверное, мы положим сюда. Потом дальше мы стрелочками выбираем картоську. Картоська где-то будет, наверное, у нас с вами. Давайте, наверное, чпонник. Чпонник. Главное, за края сейчас не выходить. А я не знаю, сколько на порции картохи тут идет у нас. Пусть, допустим, пусть так будет. Так, дальше давай смотреть. Давай, давай смотреть. Как мне в соусник налить сюда этот кокео соуса? Как мне в соусник налить соуса? Алло. Ну, алло. Алло, ребят, как мне налить в соусник соуса? То есть вы понимаете, да? Оно сюда не хочет наливаться. Ну, ладно, давайте тогда уберем соусник. Давайте тогда уберем соусник. Не будем соусник сюда добавлять. А у нас дощечка есть. Блин, она закрыта. Классно было бы на дощечке подать бы мяско. Ну, ладно. Хорошо. Допустим, делаем так. Раз. Не хочу. Давайте без соусника. Давайте вообще без соусника сделаем. Потому что я не знаю, как положить соус. Ну, то есть в соусник соус положить. Я не знаю, как. Так, давай раз. Давай. Сюда. Мне лучок. Раскидаем тебя, зайчиков. Так. Вот. Сюда мы берем картоси. Чпоник. Чпоник. Интересно, это какой. О, ляба. Можно даже менять картоси. Может, картоси фри. С мяском. Не, ну мне такая картоси больше нравится. Давайте в следующий раз уже картоси фри положим. Даже спиралька есть. Чисто комплимент от шеф-повара. Давайте спиральку одну положим. Получится? А, она закрыта. Ну, и ладушки, правильно? Чумы. Так, давай соус. Давай смотреть по поводу. По поводу соуса. Так. А ну, если раз. Можем с этой стороны посмотреть. Не можем, да? Ну, допустим. Пусть будет так. Дальше что у нас идет? Ничего не понятно. Очень хорошо. Нет, нет, нет. Это нам ля-ля. Ну, в принципе. А кусок стейка мы могли другой положить. А-ля. Тут еще нарезанный можно, да? Нарезанный у нас закрыт еще. Нарезанный у нас еще закрыт. Блин, а если я сейчас верну это все обратно? Не. Давайте, наверное, одним все-таки куском стейка. Все. Давайте вернем. Наверное, одним куском стейка это все сделаем. Так. Здесь у нас, к примеру, будет вот такой вот соус. Что у нас тут еще есть? Больше ничего, да? Ладно. Ну, давай смотреть. Тимьян, тимьян, тимьян. Блин, ну, тимьяна можно было бы чуть-чуть, конечно, на картосе насыпать. Вот, вкусно. Вот так. И давай смотреть, что у нас тут. Базилик, да? Давайте немножко зелененького добавим сюда. Бумсь. Все, отлично. Что еще есть у нас? Это что у нас такое? Это специи или что это? Что это? Я не знаю, что это такое. Ну, допустим, что это какие-то специи. Вот. Давай сделаем так. Все. Хорошо. Отлично. Все. С этим мы полностью закончили, я думаю. Ну, в принципе, я доволен. Хорошо. Надеюсь, дальше сможем творить еще какие-то вещи. Блин, я не знал, что можно будет стейк резать. Ну, ладно, уже в следующий раз. Так, оставить эту сортировку. Нет, оставить. Как оставить? Где у нас А? Ф. Все. Сфотографировать. Да. Все. Хорошо. Допустим. Уйти. И оставить эту тарелку. Оставить. Я хочу оставить. Как оставить? Дай мне оставить. Такое, какая А? Это F или А? Это типа А. Ну, ладно. Так. Готово. 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 Все? Мы сфотографировали или нет? Взять. Ну, выйти. Я просто без понятия. Давайте смотреть. Готово. Запах просто волшебный. Что-что? А, квадратные навыки всегда при тебе. Это да. Что скажешь? Все в полном ажоре или над рецептом еще стоит поработать? Блин, я подачу, наверное, поменял бы мясо. Ну, ладно. Пусть это чисто такой кусок шума от мяса будет для настоящего мужика. Я еще поработаю. Блюдо мне полностью устраивает. Блюдо мне полностью устраивает. Супер. А, знаешь, здорово. Снова увидеть тебя на кухоньке. Угу. Вообще-то уже поздно. Нам лучше закругляться. Иди домой. Завтра важный день. Хорошо. Хорошо. Это типа мы пошли домой, поспали, да? И пришли. Угу. Отлично. Так. На этом моменте я, получается, закончил был первую серию. Ну, ладно. Давайте, наверное, продолжим. Посмотрим, что нас тут ждет. А в следующей, наверное, я уже поменяю, получается, управление. Потому что я хочу, чтобы у меня была английская раскладка. Здарова, Макс. Обеденный зал готов. Я расставил всю мебель. И раз мы уже открываемся через два дня, сейчас самое время пройтись по основам перед официальным открытием. Эй, есть тут кто? Здарова. О, слышь. И это Макс. Так, это вы открываете новый ресторан. Я Макс. Ага. Добро пожаловать в наш город. Здарова, Макс. Слышь? Макс. А ты точно Макс? Уверен? А, уверен, да. Ну, ладно. Максимилиана какая-то, да? Увереная. Видите, мы будем часто. Я привожу товары всех знивших поставщиков. Хорошо, я же отвечаю за прием заказов. Так что, и болтать мы будем частенько. Сработаемся. А пока я не ушла. У меня кое-что осталось от прошлой поставки. Могу отдать лишнее вам. Только не палите меня перед боссом. Окей? Идем завтра же лучше. Будем считать это подарком. Еще я оставлю вам свой номерок. Удачи вам совсем и сразу. Ну, увидимся. Да, давай. Слышь? Касим, что это было так уж и... Погоди. Куреша подала нам бесплатные продукты. Шикарная. Надо бы ее отблагодарить. Да не переживай, вечером я ее отблагодарю. Вот там стоит стол исследований. Проверь, можно ли использовать ее ингредиенты в новых рецептах. Макс. Ага. Вы познакомились с Макс, которая отвечает за доставку продуктов. Она будет первой заглядывать и сообщать о скидках о поставщиков. Прикольненько. Так, изучите рецепт капрезы с базиликом. Давайте посмотрим. Так, изучение рецепта. Слышный стол исследований позволяет изучать новые рецепты. Очки знаний. Вы можете открывать новые рецепты за 0.3. За 0.3 очки знаний. Что за 0.3? Сами очки вы получаете при каждом приготовлении блюда. Помните, что количество получаемых очков зависит от оценки блюда. Чем оно выше, тем больше очков вы получаете. Хорошо. Уровни рецепта и рецепты разделяются на уровни. От базового до самых сложных. С повышением уровня вам становится доступны более сложные рецепты. Готовить по ним труднее. Но и денег такие блюда приносят больше. Ага. Получение рецептов. Уже известные вам рецепты можно лучше, создавая блюда более высокого уровня. Если готовить блюдо достаточно часто, можно открыть возможность повысить его уровень. Сделать это можно в кулинарной книге. Хорошо. Хорошо. Это что-то у нас? Капреза с базиликом. А это у нас морской язык. Со стручковой фасолью. Хорошо. Ну давайте попробуем капреза с базиликом изучить. Откройте рецепт. Откройте рецепт. Откройте рецепт блюда. Капреза. Ага. Та-та-так. Так. Доступный сотейничек. Да, я вижу. Теперь эти ингреты доступны у вас на полках. Угу. Угу. Прикольненько. Прикольненько. Так. У нас еще, да, что-то можно будет сделать. За вот эту вот штуку можно будет изучить. Правильно я понимаю? Да. Но мы ее потом изучим. Уже в следующей, наверное, серии. Так. Давайте смотреть. Ну. А. Морской язык, наверное, будет изучить сейчас, да? Ну и ладушки. Я думаю, уже в следующей серии это сделать. Хорошо. 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 Все. Давайте смотреть. Закрепить. Что нам нужно? Что, что, что нам нужно? Киюшки, океюшки. Так. Огонь слишком сильный. Не забывать помешивать. Кулинарные подсказки. Закрепить. Ладно. Давайте попробуем. Давайте попробуем сделать. Давайте. Давайте. Сейчас недоступно. Почему? Потому что у нас светится еще книга. Что ты, что ты от меня хочешь? Так. Еще не. Еще на изучение. Чтобы добавить блюда в меню, приготовьте его хотя бы один раз. Ну, я хочу готовить, да? Так. Шаги в рецепте. Подробности рецепта. Угу. Солька. Бальзамик. Окей. И что? Хорошо. Ну, я хочу готовить. Недоступно. 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 Слышь? Алло. Почему недоступно? Скажи, пожалуйста. Понял. Ты будешь стоять дальше, да? Тупить. Хорошо. Хорошо, хорошо, хорошо. Так. Ну, закрепить. Начать. Ну, мука, я понял. И дальше что? Что ты хочешь? К содержанию. Ага. Вот еще, да? Ты хочешь, чтобы я тебя тоже, да, изучил? И тебя тоже закрепить. Ну, хорошо. Все. Теперь мы можем начать готовить? Таки, да, или таки? Да, таки, да. Так, мне нужна помидорка. Что там еще я забыл? Так, помидорка. Ага, ага, ага. Давай сюда. Так, теперь ты у нас. Нет, не то. Выйти. Ага. Мукичка. Бумсь. Бумсь. Мне же такая мукичка нужна. Правильно? Синенькая. Хорошо. Давай поменяем на синенькую. В чем разница? Только я не могу понять. Ну, ладно. Допустим, что она есть. Так, тебя мне нужно взять. Правильно? Все. Все ингредиенты есть. Вроде все. Теперь мы берем новую посудку. По-моему, вот эту вот надо поставить. Правильно? Так, поставь. Все. Хорошо. Что мы будем? Что-то тут с вами нарезать или не будем? Начать? Начать. Шикс. Шикс. Есть. Давай тебя начать. Понеслась. Бум. Взять. Взять. Идемте теперь сюда. И мы положим тебя сюда и тебя сюда. Да, и начать. Давай попробуем начать. Блин, а я не посмотрел, нужно ли этот, получается, как вам сказать, на каком этапе куда шо. Я все одновременно кинул. Ну, ладно, по-любому, наверное, на втором этапе надо было это сделать. Да я помешаю. То есть вы поняли, да, как перед этим было с этим, как его с луком и со стейком. Причем было на первом или на втором этапе. Ну, надеюсь, ничего страшного. Вот так. А если мощность мы добавим? Нет, сильно, 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 сильно громко, да. Давайте уменьшим немножко. Но она сильно долго идет. Так, ну, я так понимаю, когда красная шкала доходит до верха, тогда все сгорело. Говорится, есть две степени жареной картошки. Цыра и сгорела. Так самое у нас здесь будет с соусом. Блин, я реально не посмотрел, когда надо было кидать нам это, как его... Ну, вы поняли. Ну, ладно. Так, давай тебя немножко ускорим. Давай тебя немножко ускорим, помешаем. Все, хорошо. В принципе, нормально, в принципе, терпимо. Хотя бы, наверное, стоял бы, мешал бы на постоянной основе. Это все. Все, забрать. Выйти. Готово. Вроде бы готово. Ага, огонь сильно большой, да? Лиша или идея, или как. Ладно. Давайте готовить. Разместить все. И начать. Чего нет? Чего не хватает? Так, ага, а нам нужно... Так, я так и не понял. Я так и не понял, я так и не понял. помидорки на ССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС что-то упустил. Так, ну вот. Ну вот они с собой есть. Может мне тарелочка нужна? Алло. Алло. Что не так? Что случилось? Или мне мало помидорок? Мне надо больше. Ну давайте возьмем еще одну помидорку. Давай. Я думаю, что жалко еще. Думаю, жалко взять помидорку. Нет. У меня этих помидорок уйдем. Нет, не туда. Вот. Все. Давайте еще возьмем. Давайте еще нарежем. Может количество реально малое. Так. Давай. Чипончик, панчик, 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 панчик. Панчик. Так, хватит кашлять у меня на кухне. Так. Ну вот. Взять все. Все. Хорошо. Что не так? Что не так? Что ты от меня хочешь? Скажи, пожалуйста. Все равно не хватает. Смотрите. Начать. Не могу я картосику. Че я тут? Какие? Не могу я помидорку выложить. Использовать. Так. Редактор сортировки блюда. У меня аж все остынет. Ты понимаешь, что у меня реально все остынет. Хорошо. Как мне редактировать его? Никак. Почему? А потому? А почему? А потому? А потому? А почему? Ладно. Давай смотреть. Что ты от меня хочешь? Ну, нарезать? Нарезать. Так. Стол для смешивания. Ага. Стол для смешивания. Приправы, да? Стол для смешивания. Так. Так. Это стол для смешивания. Рабочая поверхность. Ну? Нет. Я просто его беру в руки. Так. Что не так? Что вы от меня хотите? Блин. А можно мне какую-то подсказку? Или нельзя? Ну, использовать редактор. Ну вот. Ну, соус у меня ж езжешь. Правильно? Так. Ну. Начать. Есть. С. А это не смешать, да? Здесь нам это не смешать. Где нам это все смешать? А где нам это все смешать? Рабочая поверхность. Так. Помидорку. Бумсь. Бумсь. Чпонькс. Выйти. Здесь пусть лежит. Так, ребята. А ну, пишем. Что не так? Ну, нет. Где тут его смешать? Где тут его смешать? Все. Ну, не в сотейнике ж это все смешивать. Правильно ж? Ну, явно не в кастрюле. И тарелку я, самое главное, не могу подойти взять. Самое главное, я не могу подойти взять тарелку. Ком-100 для смешивания. Ну? Алло, алло, смешайся, пожалуйста. Ну, смешайся. Ну, не прикалывайся. Ну, давай возьмем кастрюлю. Что? Ты хочешь водички, чтобы я набрал? Погоди, еще рано. Блин, у меня сейчас подогорит. Ладно, мы зайдем еще раз. Пойдем еще раз. Так, мацерилы, бальзамические, ага. Стол для смешивания, дольки помидоров. Так, отправить на склад после подготовки. Вы можете заранее приготовить блюдо и положить в холодильник. Где мне его смешивать? Стол для смешивания. Ну, пожалуйста, ну не тупи. Ну, давай, все. Хорошо. Дай мне тарелку тогда. Чтобы мне смешать, мне нужна гребаная тарелка. Ну, правильно же? Правильно. Дай мне гребаную тарелку. Дай мне гребаную тарелочку. Ой, бред какой-то. Почему нельзя сделать по-нормальному? Рабочая поверхность, рабочая поверхность. Разделочная доска. Ну вот, показывает, типа, тут, да, стол для смешивания? Или где, или тут стол для смешивания? По-моему, сольку нужно взять, если я не ошибаюсь. Да, сольку. Ну вот, взять все. Только взять все, взять все, взять все. Все. Пожалуйста, игра. Так, к содержанию. Хорошо. Подробности рецепта. Ну, это мы все сделали. Сахар. Ну, сахар есть. Еще не озвучено. Шарить рецепту. Ну вот, смотрите, я приготовил, правильно? Бальзамический уксус. Все. Сахар есть. Огонь сильный. Забудьте помешивать. Это мы сделали. Так, отправитесь. Так, помидорку. Нарезанная моцарелла и помидорка есть. Стол для смешания. Где этот гребаный стол для смешания? Раздаточный. Так. Рабочая поверхность. Использовать. Тонико приправ. Рабочая поверхность. Рабочая поверхность. Рабочая поверхность. Где? У меня написано, что стол... Вот он, этот стол, гребаный для смешания. Ты понимаешь, я 40 минут блял и искал, куда его что делать. Вот. Наконец-то начать. Чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок-чок. Все. Я хочу тебя забрать. Алло. Ага. Даже так. Все. Ой, как это было долго. Все. Ну, теперь, ребят, мы знаем, что у нас стол для смешивания там находится. Так что, думаю, в следующий раз мы так не будем, не будем, как верится, подтупливать. Начать. Падла. У нас стол для смешивания была любая поверхность, на которой можно было готовить. Так, две звездочки. Блин, ну, улучшать его, каким образом мы будем улучшать? Так, улучшить рецепт. Ну, капреза нет. Наверное, давайте мы возьмем его. Все. Хорошо. Подойдем сюда. Да? Подойдем к тебе. Ты не хочешь со мной поговорить? Не? А почему? Что случилось? То есть, приготовьте морской... Ага. Морской язык приготовьте. Не, наверное, давайте морской язык мы будем с вами готовить уже в следующей серии. Падла, почему ты мне не помогаешь, а? Почему шеф должен здесь бегать, суетиться, искать стол для смешивания поверхности всяких? Хоть бы подписали здесь, я не знаю. Так что, да. Все. Всем мур-мур. Всем до потом. В следующей серии уже сделаем морской язык и дальше продолжим, потому что у нас будет скоро открытие. И мы должны, как говорится, не упасть лицом в грязь при открытии. А тебя я, падла, уволю. Так что, все. Всем мур-мур. Всем пока-пока. И до потом. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok